Здравствуйте, дорогие наши товарищи! Доброй вам пятницы! Пятница добрая! Сергей Канашев, Ируслан Васильев о спорте накануне, даже не выходного дня на этот раз, завтра день рабочий, но все равно спорта хватает. Я бы вообще выходные дни отменил бы. Работать, работать, еще раз работать. Как работают наши хоккеисты, готовясь к чемпионату мира по хоккею, это, собственно говоря, первое наше время. Завтра в 10 утра они, кстати, отправятся уже во Францию в начале Бордо, но об этом как раз-таки и поговорим. Вот, поехали! Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все на это. Как плюнуть? Как же вам плюнуть-то? Слюной? Ну, все это, предваряло все это, отъезд, в общем, слова вот этого человека, Дэйв Льюис. Прести-дежитатор. Прести-дежитатор, прести-дежитация. Говорил он много, опять сказал, вот мы с тобой говорили, что цели не поставлены, поставлены, медали, конечно же. Мне еще очень понравилось из нового, так сказать, классика нашего Дэйва Льюиса, вот фраза, что он везет лучше в свою жизнь, сильнейший состав. Ну, нормально. Не, ну, я все-таки хочу сказать, во-первых, что, ну, все этого ждали, это как исполнение своего главного хента на бис любым популярным исполнителем. То есть, если бы он не спел бы эту арию, его бы никто не понял. А так, он удовлетворил, по-моему, всех и вся. Понятное дело, что, ну, во-первых, он не сказал о том, что он едет бороться, то есть, будет бороться за медали, он едет решать задачи, стоит задача бороться за медали. В общем, там такая еще софистика, что еще от точности перевода зависит. Ну, понятное дело, что его эти посылы, ожидавшиеся, кто-то ждал их с иронией, кто-то, напомню, серьезно, глубоко. Самое интересное, что тут же буквально читал я после этого интервью Андрея Костицына, который все слова Льюиса поставил под сомнение. И медали, он говорит, ну, да, мы можем, конечно, будем сражаться, это естественно, и может кое-что получиться в каких-то матчах. Очков 5-7, я же говорю. Да, то же самое там про большинство, он сказал, что у нас не получается, конечно, а как может получаться, говорит, если оно постоянно меняется, и мы не знаем, чего ждать друг от друга. То есть, вот это очень интересное такое. И уже стали шутить, что Андрей Костицын сейчас пойдет следом за другим Андреем Степановым. Так ведь этого ждали. Ведь по большому счету, ну, то, о чем мы говорили, когда мы говорили с тобой в среду, да, о том, что какой-то элемент бузы, по крайней мере, слухи, то, что команда восприняла в штыки, недовольна отчислениями со сбора национальной команды Степанова. И вывод из состава на второй матч с шведами, братьев и Грабаренко, это вполне намекало на то, что там тоже есть какая-то кошка в отношениях, но хотя бы такая, что именно эти трое-трое, и мы могли высказать Льюису свою позицию и позицию команды, что ты, брат, давай-ка Степанова брали. Осади назад. Ну, он не осадил, он показал, что он стоит и будет стоять на своих принципах. Рассказал Льюис еще до этой исторической пресс-конференции в четверг о том, что он имел с братьями Костицыными беседу. Да, мне еще понравилось на вопрос, они вас поняли? Он сказал, ну да, они кивали. Они кивали, вот он им рассказывал, как он говорил, что они игроки мирового уровня, то есть они кивали, то есть они сами. Конечно, кто же не будет соглашаться, что ты игрок мирового уровня, конечно. Но факт то, что, конечно, эти все репризы Льюиса, это служит чисто психологической заводкой команды. То есть они стали относиться вот уже с иронией. Но, по-моему, это уже не работает, да. С иронией. И потом. Раньше ему свято верили, смотрели, вот с открытым ртом слушали его, а сейчас вот все больше иронии наблюдается во всех ремарках. Ну, может быть, и да, то есть у хоккеистов еще не так, вот, может быть, только интервью Костицына, и то там оно достаточно прямое и честное, а не то, чтобы ироничное и язвительное. Нет, ну вот в том, что около команды, да, это уже не вера, это уже ирония. Иногда самоирония, иногда самобиенчевание проскальзывает. Вот это психологический эволюист, ну, это дежурные его методы, вот, психологической настройки. Ну, то, как он, но ведь мало того, что уже мало, еще не, уже нет особой веры во все это особенно. Да во все, в принципе, и про медали, и про сильнейший состав, это и то, и другое равноценное заявление по степени сомнительности, да. А то, как он их произносил, ведь все очевидцы говорят о том, что он произносил их так, словно это, ну, это выполнял обязательную программу, в которую уже сам не верит. То есть он с выражением лица, с которым краше в гроб кладут, и потупив взор к земле, то есть не желая оглядывать окружившую его прессу. Как говорил один российский полиции, в глаза мне смотри. Ну да. Вот он не смотрел, да? Нет, не смотрел, не смотрел. Это, с одной стороны, это, конечно, еще более настораживает. Ну, а с другой, ну, что будет, то будет. Мы уже практически подготовились к чемпионату мира. Вот состоятся в воскресенье и в понедельник два матча в Бордо, в столице виноделия Франции, с хозяевами чемпионата, с которыми нам играть и пятым туром уже в Париже. Пятым туром группового турнира. В принципе, будет какой-то еще отсев. Волнительное для этого по тому, как, опять-таки, хоть Брантик Осицын и игроки мирового уровня, но в них же тоже они могут не оказаться на пике формы. Мы не готовы играть в трех зонах. В обороне. А, да, в трех зонах. Избавиться от потенциальных лидеров на выезде как-то даже более удобно, может быть, для Льюиса, чем в Минске. Так-то он уже завтра не улетит во Францию. И пока подъедет там десант журналистов, потому что не все сразу поедут во Францию. Да и вообще не думаю, что кто-нибудь отсюда... Такая массовая будет журналистская десант. Как всегда, два-три человека. Загадочная ситуация в сборной. Ты понимаешь, как-то на днях я подумал, что ну а чего пугаться? Другие что ли? Что ли лучше? Ну, лучше, в принципе. Вот Швейцария обыгрывает Россию. Это о чем-то говорит. Еще тонн состав без инхейлсов. Но все равно, да? Обыгрывает же. Французы, я посмотрел, весьма бодро выглядят. И они такие взвинченные. Хотя сам факт проведения не чемпионата мира в Париже. Там, если посмотреть хронику, что там происходит? О каком хоккее-то может интеречь? Там постоянно демонстрации второй тур. За одного кандидата, против второго тура. Против обоих кандидатов. Плюс террористические акты. То стреляют, то с пистолетом бегают, то с ножом. Насколько вообще Франции интересен хоккей и Парижу в частности? Мне кажется, совсем не интересен. Ну вот и посмотрим, то есть по посещаемости, по интересу. Я знаю одно, что вот как аккредитованный на чемпионате мира, да, уже из пресс-центра в Кельне я получил, ну, по-моему, 4 или 5 писем. Где сообщает, значит, тогда-то состоится пресс-конференция такого-то. Из Парижу. Такая-то пресс-конференция, да. Потом пишет шеф пресс-центра в Кельне, что информация о раскатках и тренировках будет сообщена не позднее такого-то числа. Значит, там идет информация о том, сколько будут стоить обеды там для... Из Парижа 0,8. Молчание. Молчание ягнят. То есть никакого письма нет. Я только вот знаю, что аккредитационный центр в Берси-Арена, сейчас она по имени спонсору переименована, а Хотел-Арена, где и будут играться матчи Парижского актета. Вот 33-е ворота. Туда нужно приходить. Дай бог. Поэтому какое отношение в Париже? То не точно такое же, как и... А мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане, пассатижи. Так вот, я думаю, что и с хоккеем приблизительно то же самое. Нет? Ну, вот съездишь и посмотришь. Ну, дай бог, если удастся еще, это неоднозначно. Вот, поэтому... А соперники действительно вполне боевые. Вот мне, конечно, интересно, как Юйц додумался, мало того, чтобы бороться за медали, но вот еще такую вот тему выдумал, что вот лучшего состава не было. Прямо действительно никогда не было, да? Ну, может быть, для канадских игроков бы это бы и сработало. А вот про белорусских я так... Он устроил систему какую-то, да? Вот он строил, строил эту систему. По-моему, на этом сборе. По шести спаррингам я никакой системы в действиях... Должна быть некая совершенно безликость и абсолютная самозаменяемость всех игроков. Взаимозаменяемость. Ну, вот я хочу сказать честно, я не понимаю, как мы будем играть. То есть, шести спайдлингов мне не хватило. Я полностью согласен с братом первым. Брат один, брат первый, как про Андреем Костицынов. Старшим Костицыновым. Ну, если ты тасуешь системы большинства каждый матч, ну, то значит, это... Значит, большинства у тебя не будет. Большинства у тебя не будет. Ведь действительно, чего только он не придумывал. Я говорю, что последние удивительные вещи с Лесовцом на синей линии мы уже обсуждали, да? При том, что Костицын ни разу не играл. Брат два у левого борта. Что у Андрея Костицына... Ну, ладно, они играли вместе. Это та же позиция и профильная для Андрея Костицына. У них у обоих левый хват. При этом разные функции. Вот это можно было бы играть. Андрея Костицына он убрал в последний раз, когда они были в составе справа борта. Стаси не использовал. В общем, тяжелый случай, по-моему, именно с большинством какая-то ересь. Ну, а с меньшинством? То есть, пока, да, не возьмись, всюду страшно. Страшно и еще страшнее. Вот, я понимаю, ну, мне кажется, что все обойдется. Медалей мы не возьмем. Конечно, да. Ну, где-то я так думаю, что процент дать так... Ну, не более сорока, что. Медалей возьмем. Нет, ну, это даже как-то тяжело. В общем, может быть, я не знаю, какое должно случиться чудо, чтобы к составу, я говорю, к соперникам опять возвращаться. Ну, тогда мы назовем, если чудо случится, если чудо случится, мы назовем вот этого человека, который у нас на заставке. Брести дежитата. Да, великий маг и чародей. И станем ему вот так поклоняться. Ну, я думаю, что нас это убережет от такого идола поклонства. Вот, ну, в высшей лиге мы в элитном дивизионе, мы должны, по-моему, все же сохраниться. Дай бог. Не хотелось бы. Давненько мы уже здесь застолбили место, потому что там, ты заметил, что творится в дивизионе? Там Южная Корея обыграла Казахстан, Эдуарда Занковца, проиграла, правда, австрийцам, увы. Но там конкуренция такая, что если туда сходишься, оттуда еще попробуй выбраться. Конейцы, я думаю, что уже гарлантировали практически, потому что они сегодня играют, ну, в последнем туре, я, кстати, не помню, сегодня или завтра, они играют с украинцами, которые опять вылетели, да? Пусть они играют в чемпионат мира в группе 1А на своей площадке. Ну, они вылетели. И Украине уже ничего не надо, кроме престижа, конечно. И Кореи нужны... И получится иногда смешно, если мы вылетим, то младшие будут играть в элитных дивизионах, а старшие... Ну, это же мы понимаем. Я когда вот слушал, допустим, пресс-конференцию Файкова, того наставника, под чьим руководством юниора сохранились в элитном дивизионе мирового хоккея У-18, я не понимал, о чем идет речь. Серьезно. О чем он говорит, я не могу понять. Он говорит о том, что мы выполнили задачу, мы сохранились, а могли, блин, еще и более уверенно сохраниться не в три матча, а в два матча, потому как мы выглядим... Он сильнее Латвии. Вот двух матчей нам должно было хватать. Я согласен. Ну, а разве в этом речь? Сколько талантливых ребят в первое, второе звено из этого состава будет? Какая мне разница, сохранились там юниоры или не сохранились? В два матча или в три, или вообще действительно вылетели? Сколько людей из этого состава потенциально могут играть не просто в сборной, как мы говорим, а в первом, во втором звене? Кто будет забрасывать шайбы? Это не надо. У нас есть своя система, где шайбы забрасывать будет не нужно совершенно. Мы и так будем... А потом... Ну, тут вообще массу вопросов. Вот действительно, хвалили Вудкров-то кое-кто, да? Ты же знаешь, я его устойчивый, стабильный критик. Во всех проявлениях нашего Орла. А начиная тут же разбираться, но такого дорогого сезона у Динамо Минска давно не было по деньгам. По бюджету. Потому что очень много пришлось платить отступных. И очень дорогой сезон под руководством Вудкров-то получился. И каким будет следующий, если он будет? Потому что, опять-таки, выступление в сборной – это еще одна грань хоккейного сезона в целом и для Минского. Конечно, да. И надо будет судить по выступлению сборной и о выступлении Минского Динамо, безусловно. Хорошо, давай ко второй теме перейдем. О футболе. Вы не заметили балаганов? У меня есть седые волосы? Никак нет. Будут. Нам предстоят великие бои. Вы тоже поседеете, балаганов. А почему? Как вы говорите, сам принесет на блюдечке с голубой каемкой? Мне на блюдечке, а вам на тарелочке. А как же Рио-де-Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах. Рио-де-Жанейро – это хрустальная мечта моего детства. Не касайтесь ее своими лапами. Ну что ж, пора нам считать цыплят. Ведь цыплят по осени считают. А пусть у нас и Рзат осень, но все-таки осень. Можно посчитать уже, чего кто добился. Действительно странное ощущение по Бресту. Очень странное. 8 матчей – одна победа. Но какая, да? И вот все об этом говорят. И в финал вышли все равно. И все продолжают говорить, что Брест... Серьезная команда. Нет, я думаю, что эти разговоры, может, и в своем ходу... Сходят на нет уже, да? ...брещаные этих... Просто имеешь отношение к Бресту. Ну смотри, сейчас они будут, скажем, со Славей играть дома. Мне кажется, вполне. Опять могут выиграть дальше. Кто у них получится? Да нет, ну когда нет футбола. Когда футбола, по сути дела, не стало. То есть у них был действительно большой матч против Бреста. Против Батте. Дома в первом кубковом матче, да. Ну было две ничьи с Минским Динамо, потом победа на 2Т. Нет, нет, нет. Ну что значит, были две ничьи с Минским Динамо? Ну они были, но какого было качества футбол? Ну это уже, знаешь, такая деталь. Первый тайм – нет, нет. Это огромное место. У них стояла задача пройти Минское Динамо, они его прошли. Они не прошли, они проползли Минское Динамо. Это две разные вещи. Ну что такое? Они оказались все равно в полуфинале-то. Если бы в конце концов еще посмотреть тот первый тайм Бреста против Минского Динамо, когда их возили, да, и два мяча это еще они счастливо отскочили, а потом там уже начали, там чудачество галкипера Динамо, ошибки при подаче углового. А дома-то они, ну как, ноль-ноль. На Тоненького все могло качнуться и в пользу Минска. В конце концов, ведь особенно это эпизод уже с Бате, когда играли ответный матч. Ну что это такое? Человек бьет по ноге другого судья, все видит, Цинкевич, и не назначает пенальти. Вот почему он не назначает пенальти? У тебя даже логики, смыслы решения, или это что, или это недомыслие, или это коррупция. Я не понимаю, но он в прекрасной, в идеальной позиции. Он видит, что этот африканец молодой, выпущенный Журавлем, он, кстати, Журавель уже не первый раз проводит очень неудачные замены. Да, тут я с тобой согласен. Что касается и Василюк, и этот последний, который... Ну а что было в матче с... Совершенно, конечно, не угадал, ослабил игру. Мы обсуждали с Бате в рамках чемпионата, когда он Лебедева выпустил, и тот привез гол. Вот он опять ошибся с заменой, выпустил этого Бабово. Этот Бабово ошибается позиционно, проигрывает пространство Стасевичу и бьет того по ноге. И видно же по лицу этого Ник Беретенка, как он испугался. Он испугался, он понял, что он сделал. Но судья этого не понял. Он Бабово прекрасно осознавал, что ой, что я сделал, я напортачил. Он сам почувствовал, конечно, что ударил по ноге. Там все это было видно. Этот все видит и не назначает пенальти. Но может он решил, что удар был недостаточно сильный. Нога не сломана у Стасевича. То есть, в принципе, можно играть дальше. Ты знаешь, когда ты так иронитируешь мне на первых словах, мне хочется что-то с тобой сделать. Потом я успокаиваюсь, я понимаю, что это все-таки ирония. Ну, действительно, был бы пенальти, был бы счет, допустим, 2-0. Дополнительное время с Бабово на левом фланге. И с Василиком, кстати, очень уставшим, даже несмотря на то, что он вышел на замену, как показалось. Да, он не готов, похоже, к сезону. Как это не печально. Ну, так что, и за что Брест хвалить? И какие меры мы примем к Цинкевичу? Конечно, можно сказать. Я не думаю, что там есть какая-то пристрастность. Хотя те, кто захочет, ее сочинит. И вспомнит и про всех шейхов, и про все те золотые горы, которые якобы есть в Бресте. Но не в этом дело. Цинкевич ошибся. Я думаю, я полагаю, что и в штрафной площади Батте, когда Мазалевского встретили в корпус. Там в хоккей за это сейчас не уже удаляют. Как это атака соперника, не владеющего шайбой. Он тоже закрыл глаза. Конечно, то, что мы обсуждали. Мировой тренд, это то, что судейство, это кошмар. То есть, там нету достойных профессионалов. Вообще нету, в мире нету. Вот был один узбек, и тот спекся, по-моему. Ты помнишь, как он уже судил последний Ресметов, по-моему, фамилия. Уже из памяти выпала. Теперь такой же цинник. И белорусские суеди, какая-то тоже несерьезная. Слушай, четверых же, по-моему, пожизненно еще дисквалифицировали. Так подожди, пожизненно. Так этот сорока судится в хоккей на траве. Ну, в хоккей на траве же еще не было дело Жукова. Нет, ну, послушайте, вот это вот, ну, это же, ну, вот, объясни мне. Итак, человек спортивный судья. Он специализируется в футболе. Он получает пожизненную дисквалификацию, да, правильно? Как арбитр. Но одновременно он и судья в хоккее на траве, где продолжает исполнять обязанности. Я в Зазеркалье. Ну, нет, ну, я в Зазеркалье или где я нахожусь? Ну, вот как такое просто возможно? Чем думают в Федерации хоккей на траве? Или они идут специально в разрез, демонстрируя, что именно такие арбитры, взяточники, которые доказано уже, и нужны этому виду спорта? Тогда что это за вид спорта хоккей на траве? Видишь, опять вернулись к хоккею, только к травяному. Ну, согласись, это абсурд. То есть, если в Федерации хоккей на траве придерживаться принципа фэрплей, она за чистоту своего спорта. То есть, наличие тогда арбитра, который дисквалифицирован в другом виде спорта, пожизненно, невозможно по определению. Ну, как? Или я не прав? Это было бы логично, конечно, да. Ну, поэтому очень все это запутано. Вот. Ну, будет тур от кубковой баталии. Грядет большая битва. Ну, ты думаешь, будет битва? Мне кажется, шахтер ботеза топчет. Вот мой прогноз такой. Я посмотрел шахтер. Ой, господи, какой-то что-то я в этом деле уже находить начал. Несмотря на то, что они не обыграли Слуцк в повторном матче и вообще выглядели как-то не очень ярко. Ну, традиционно не ярко. Но на этот раз еще и пропустили. Что в чемпионате с ними пока и не случалось, да? Ну, там есть... Понимаешь, я смотрю наши шахтеры. Я вспоминаю о Донецком шахтере. О всех украинских клубах второй лиги советского чемпионата. О Виталии Старухине, который не прежде не стал... Он же наш с тобой земляк, минчанин. Он оказался со своим футболом гениальным по своему началу чужим в Минске. То есть он стилистически не укладывался. Он обнаружил себя в Донецке, где стал легендой и лучшим бомбардиром чемпионата страны. Ну, и вообще он легендарным мастером в советских реалиях игры на втором этаже. И при этом не вызывался в советскую сборную. Потому что стилистически он считал, что тоже не подходил. Вот, потому как это немного вот это атлетическое силовое направление. Так раньше, английским оно называлось раньше. Оно было не принято ни в Советском Союзе, ни сейчас. В наших реалиях Беларуси у нас все больше пытаются чуть ли не тики-таки организовывать. Антиофизические команды для этого и не готовят. Есть какой-то в этом цимус. И мне нравится еще, кстати, вот Рыбак. Я считаю, его надо вызвать в сборную. Потому что это один из тех оригинальных игроков, которые очень... ну, огромная редкость в белорусском футболе. Оригинальность этого центробега, она заключается в его умении отдать длинную передачу. Он мне напоминает порой то Тенгиза Суллу Кавелидзе, то еще кого-то, то еще кого-то из Райкарда, когда он играл в центре обороны. Главное, что его нужно вызвать в сборную не просто для того, чтобы вызвать в сборную и переделать его. То есть сказать, не-не, не сметь, все, вот тебя вызвали, и вот теперь вот ближнему отдал, все. Его нужно вызвать в сборную для того, чтобы использовать его сильные качества. А не пытаться бороться с его недостатками, которых у него хватает. Ну вот Рыбак, кстати, это мой фаворит пока, если бы мне сказали бы, кого ты назовешь лучшим фондфутболистом страны по итогам полуфиналов Кубка и трех туров. Четырех. А четырех уже, да, национального чемпионата. Я бы назвал бы Рыбака. Четыре из четырех. Когда у нас кто-нибудь забил? Ну, это хорошо. Я признаю за ним статистику, но очень много, если бы не он, так где бы был бы его клуб вообще? Четыре из пяти мячей забил. Да. Ну и нет, мой фаворит однозначно это Рыбак. Он может отдать длинный пас, что вообще для мирового фунтбола. Ты же помнишь, как еще совсем недавно, не хочу говорить о покойниках, плохо, но не буду называть фамилию. Один тренер, который с дворового фунтбола начинал, высмеивал эти длинные передачи, эти потери мяча. Но, к счастью, может быть, вот все возвращается. У нас появился Рыбак. Вообще появился тренд Монако. Они тоже используют длинные передачи в атаке. В общем, все то, о чем говорил некогда Малафеев. Потому что он уже устал об этом твердить. Что ни на чем нельзя ставить крест. И надо просто использовать это эффективно. А молиться одному Богу и заниматься футбольному, и заниматься идолопоклонничеством, безумным копированием, это глупо. Это не наш путь. Это не наши методы. Не наши методы, да. Жеребень не наши методы. Ну что ж, на этом мы будем прощаться на сегодня. 1 мая день всех трудящихся. Надеюсь, что все эти все работают. Поэтому никто не работает. Поэтому выходной все празднуют день трудящихся. И, собственно, мы чем отличаемся от других трудящихся? Мы тоже не будем работать 1 мая. Будем работать 2 мая, во вторник. Вот в этот же день и встретимся. Надеемся, да. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин